Республиканский семинар обеспечения безопасной эксплуатации мостовых сооружений собрал специалистов Бреста и гостей из столицы страны в городском исполкоме. Рассматривался целый комплекс вопросов. Состояние парка мостовых сооружений Беларуси, проблемы обеспечения долговечности, эксплуатационной безопасности мостов, применение материалов и технологий при строительстве новых и реконструкции старых сооружений, организация работы мостовой службы и другие. Нужно больше внимания уделять содержанию эксплуатации сооружений, искусственных мостов и путепроводов. То есть создание на низовом уровне, на уровне ДЭО, ремонтных бригад, которые будут непосредственно заниматься содержанием мостов и путепроводов. Если мы будем сначала мост содержать в должном состоянии, то, естественно, меньше проблем у него будет в дальнейшем. Брест автодора, они находятся в наиболее, скажем так, лучшем состоянии. Поэтому мы на их базе сегодня проводим семинар, чтобы они могли поделиться с опытом. Все же основная задача семинара – откровенно обсудить существующие дефекты мостовых сооружений, определить методы их обнаружения и устранения, проговорить новые конструктивные решения, которые позволили бы продлить жизнь несущих конструкций элементам мостового полотна. Мы им занимаемся совершенствованием работы мостовой службы уже более пяти лет. И не так просто. Там много вопросов возникает. Начиная от нормативной базы, от квалификации работников, от использованных материалов, от тех средств механизации, которые на сегодняшний день есть, от техники, которая применяется. Много. Это целый комплекс вопросов. Мы его обсуждали, пытаемся усовершенствовать работу, во-первых, нашей службы Брест автодора, ну и на базе уже нашей работы мостовой службы, как бы ее распространять дальше на другие дорожные предприятия. Сейчас в Беларуси насчитывается порядка 5300 мостов и путепроводов. Специалисты утверждают, их состояние не критическое, но недостатки есть в содержании и эксплуатации. Самые проблемные конструкции – те, которые были построены в 70-80-х годах. Мониторинг показал, сегодня первостепенному ремонту подлежат порядка 31 конструкции. 11 сооружений начнут реанимировать уже в этом году. Среди них – мост через реку Сож, Днепропину. Также планируется капитальный ремонт моста через Днепробукский канал. Все проблемы возникают под этим металлическим пролетным строением. Они отслужили свой срок, рассчитаны были немножко на другие несущие нагрузки. Сегодня увеличилась интенсивность по дороге, увеличилась грузоподъемность машин, которые проходят. Проходят, необходимо пропускать тяжеловесные машины. Для того, чтобы не ограничивать движение и стеснять пользователей, необходимо делать реконструктивное сооружение.